Откуда гладильные бактерии? От хлеба, дрожжи. Дрожжи – недопустимая вещь. Вот термофильные дрожжи, которые начали в гитлеровской Германии, изобрели, создали и стали применять. Этот хлеб делали на термофильных дрожжах для военнопленных. Понимаете, что просто их накормить, заставить работать, и чтобы быстрее они погибали. То это потом пошло по всему миру, потому что они экономичнее, потому что они дают большой припек и так далее. И пошло-поехало. Мы все готовимся на термофильных дрожжах. Абсолютно недопустимая вещь, потому что она вызывает только брожение. Все остальные пищи доброкачественные. Вы понимаете, там картофель выпаяли, кашу там нету дрожжей. Ну вы же закваску дали, вы хлеб дали. А пожалуйста, ешь обед с хлебом. Ребенку что мы внушаем? Вот ешь с хлебом. А белый хлеб? А белый хлеб вообще смерть. Белая смерть. Потому что там нету оболочки зерна, которая содержит витамины, целлюлозу, все. А очищено только клейковина. Клейковина это ледовый продукт, который требует огромное качество амилазы. Тут вам тебе и все что угодно. Ладно, вы понимаете, вот эти болезни смертельные. Нас подстерегают. Вот как эти чудовища, сциллохорибда и прочее, прочее. Продолжение следует...